Засуха и жара сменились проливными дождями и грозами, но лесные пожары по-прежнему остаются одной из важнейших тем. Охраняемая площадь зелёного массива под ведомственного управлению лесами Брянской области составляет больше миллиона гектаров. При этом средний класс природной пожарной опасности лесов достаточно высокий, составляет 2,9. Имеется раз в факторе усиливающий горимость лесов. Это прежде всего большое количество транспортных, мегатеральных и дорог, линий электропередачи, нефти и газопроводов, проходящие через лесные массивы. К лесам в большом количестве примыкают заросшие некруктивируемые земли и источники бесконтрольных сельхозпалов. Учитывается и тот факт, что лесной фонд области подвержен радиоактивному загрязнению. Площадь загрязнённых радиинклидом и земель лесного фонда составляет 228,8 тысячи гектаров. Глава региона отметил, что все нарушения необходимо устранить в ближайшее время, причём проблемы должны решаться на местах. Вот эти вот вопросы, и мусор, и свалки, и опашка, я думаю, что там не такие большие нужны затраты, там просто нужно, наверное, заставить работать глав поселений. То есть, если нормальный глава, он эти вопросы решит без всяких проблем. Но если работы не будет, то понятно, что здесь пожарнику я буду просить, чтобы они вас стимулировали. Одно дело, когда они вас где-то наказывают необоснованно, то, что вы не можете сделать, это одно дело. Но когда мы это можем сделать и не делаем, это абсолютно другой вопрос. В целях предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории области создано государственное бюджетное учреждение «Лесопожарная служба». В его составе более 250 человек. Организовано более полусотни мобильных групп пожаротушения. В последнее время на мачтах операторов сотовой связи по Брянскому району установлено 4 видеокамеры, позволяющие вести видеонаблюдение за лесными массивами через систему интернет. Лес вокруг Брянска практически полностью просматривается. Для улучшения качества реагирования, в том числе на природные пожары, главным управлением ведется планомерная работа по усилению федеральной составляющей, современным образцам пожарной и инженерной техники. Это и автоцистерны тяжелого типа, машины разграждения, беспилотный летательный аппарат и другая спецтехника. Начальник главного управления подчеркнул, что благодаря ходатайству главы Брянской области Александра Богомаза с прошлой недели в работах по обводнению торфянников и оборудованию пожарных водоемов в населенных пунктах принимает участие подразделение Тульского спасательного центра. Мерам по предупреждению лесных пожаров будет уделяться особое внимание и в дальнейшем. Евгения Павлюкова, Максим Кузнецов, События Брянск.